Ваше Преосвященство, Досточтимые Отцы, Братья и Сестры, Сегодня продолжим беседовать о житии старца Алексея Мечева и поговорим о его служении, на которое Господь его призвал уже в зрелом возрасте, старческое служение, поговорим о создании им общины в Никольском храме на Моросейке, в прошлый раз мы остановились на том, что в 1902 году у отца Алексея умирает супруга, ему на тот момент было 43 года, он очень тяжело переживал утерию спутницы жизни и побороть это состояние ему помог отец Иоанн Кронштадтский, с которым у них состоялась встреча, отцу Иоанну Кронштадтскому на тот момент было 73 года, он на 30 лет был старше и гораздо дольше нес свое великое служение. После встречи с отцу Иоанном отец Алексей Мечев начал заниматься преподавательской деятельностью и этот же период ознаменован началом старческого служения, причем его старческое служение не было связано с чудесами, но по свидетельству очевидцев он имел дар прозорливости. А старчество было связано с тем, что каждого приходящего к нему, он был готов объять любовью исходящей из его сердца. Ну, обо всем по порядку. Хочется вначале сказать о старчестве словами митрополита Тихона Шевкунова, который в своей книге «Несвятые святые» пишет. Старчество – это удивительное явление, еще и потому, что не пребывает на одном месте, скажем, в каком-то конкретном монастыре. Оно странствует по земле, неожиданно расцветая, то в заволжских скитах Северной Фиваиды, то в Белобережской пустыне, в Брянских лесах, то в Сарове, то в Оптиной. Ну, а мы говорим о старчестве, которое расцвело в маленьком московском храме одноштатном и процвело оно благодаря духовным дарованиям и помощи Божьей отцу Алексею Мечову. Также хотелось бы сегодня сказать, как пишет о старчестве Федор Михайлович Достоевский. Он лично прикоснулся к оптинской духовной традиции, и вот в своем романе «Братья Карамазовы» он предпринял художественное исследование данного явления, старчества, и в частности выразил следующее размышление о духовном соработничестве старца и доверившихся ему послушников. «Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на Востоке из практики в наше время уже тысячелетия. И вот здесь мы прекрасно понимаем, что отец Алексей был подготовлен жизнью к старчеству. Он любил людей, он хотел любить людей, он всякого принимал как самого близкого и дорогого человека. Но Господь вместе с даром прозорливости и с великим даром старчества дал ему и развивающуюся сердечную болезнь, которая могла помочь ему смириться, не возгордиться, духовно устоять в опасной невидимой брани. Господь дал ему болезнь как орудие смирения, наподобие как была такая же болезнь телесная у преподобного Амвросия Оптинского. Свидетели и очевидцы того, как отец Алексей общался с приходящими к нему, говорили, что он каждого человека принимал так, что человек чувствовал, что его одного более всех полюбили, пожалели и утешили. Интересно, что есть такой эпизод, когда отец Алексей встречался с молодежью. Его пригласили совершить молебен в филиале Союза Русского Народа. И после этого написали в газетах о том, что приходил священнослужитель и совершал молебен. И вот молодежь, собравшись, вместе пришли в храм и начали танцевать, петь, нарушать общественный порядок и ход богослужения. Они хотели скандала. Отец Алексей в это время совершал богослужения в алтаре. Один из молодых людей захотел зайти в алтарь, направился туда. И когда отец Алексей его увидел, то он обратился к нему с такими словами. Как приятно видеть, что молодые люди начинают свой день молитвой. Вы пришли помянуть родителей? Он молодого человека просто обескуражил и таким добрым отношением, и такой мягкой речью, и тем, что напомнил о родителях. Потом он вышел и обратился с проповедью ко всей молодежи. Рассказал о важности почитания родителей, о важности молитвы о родителях. И многие из этих молодых людей потом стали большими друзьями и духовными чадами отца Алексея. Причем он разговаривал так со всеми. Он никогда не спрашивал, зачем ты пришел. Он спрашивал человека, чем ты страждешь, чем ты болеешь, ну и, соответственно, чем я могу тебе помочь. С кем бы отец Алексей не общался, какие бы вопросы ему не задавали, первым делом он всегда говорил, я помолюсь, я о вас обязательно помолюсь. Причем он никогда не бросал слов на ветер, потому что очевидцы говорили, он совершал богослужение, литургию следующим образом, проскомедию порядка полутора часов. Потому что он поминал на проскомедии огромное множество людей, и усопших, и живых. А когда после Евангелия на сугубо их тене начинал поминать, то это была целая река имен, которые для людей были безликими, они не знали, о ком идет молитва, а отец Алексей помнил каждого, его горести, его беды, его страдания. Еще свидетели говорили о том, что имея дар прозорливости, как и многие-многие духовные старцы, отец Алексей никогда не говорил человеку напрямик, что ему надо сделать или как он живет. Он всегда говорил иносказательно, якобы есть такая ситуация, и недавно ему пришлось с ней столкнуться, очень похожая на ту, о которой мы сейчас говорим. А человек понимал, что речь идет о нем и о его ситуации. Отец Алексей так, безусловно, делал по смирению, потому что он не хотел возгордиться и вел себя, как и должно монаху, хотя это был священник, живущий в миру, но полный аскет и стремящийся к самоотрешению. При этом отец Алексей никогда не ограничивал свободу приходящих к ним, никогда не настаивал. Если человек был против того, что ему предлагал старец, то он просто заканчивал этот разговор. И если он что-то говорил, то он говорил человеку один раз. Услышал – принял. Не услышал – значит на то воля Божья. Очень важно отметить, что отец Алексей всем, с кем он общался, а особенно своим духовным чадом, неизменно требовал хорошего отношения к близким. Он говорил, что это внешний малый подвиг. Вот цитата из его записи. «Путь ко спасению заключается в любви к Богу и ближнему. Любовь к ближним должна не декларироваться, как якобы направленная на все человечество, но начинаться в работе над собой, в малом кругу своей семьи, в буднях повседневной жизни, во взаимоотношениях с теми, с кем Господь нас поставил. Нужно утеснять себя ради блага близких нам людей, перестраивать свою душу, переламывать свой характер так, чтобы ближним было легко с нами жить». Конечно, надо отметить, что к отцу Алексию относились по-разному. И были у него недоброжелатели, но были и те люди, с которыми он был духовно очень близок. Вот духовно близкими к нему людьми были современные ему оптинские подвижники. Преподобный иеросхемонах Анатолий Потапов, или более известный, как преподобный Анатолий Младший, скитоначальник Схиегумен Феодосий, и преподобный иеросхемонах Нектарий Тихонов, Нектарий Оптинский. Они изумлялись подвигу московского старца в ограде Яков Кустыни. То есть изумлялись тому, что он в Москве, в столице, может вести такой образ жизни и осуществлять такую деятельность. Сам отец Алексей с огромным почитанием относился к старцу Анатолию. Он говорил, что мы с ним одного духа. Но удивительно, что они виделись всего один раз, когда отец Анатолий проездом был в Москве. Но между ними поддерживалось сообщение, которое близкие называли беспроволочным телеграфом, то есть некая духовная связь. Отец Анатолий, обращавшихся к нему лично москвичей, направлял к отцу Алексею. А с отцом Феодосием у отца Алексея было более тесное общение. Отец Феодосий как-то приехал в Москву и посетил храм, где служил отец Алексей. И вот он увидел огромное множество народа. Записки, которые подавали. Долгие и тщательные богослужения. Исповедь и отношения, с которым приступал к таинству исповеди, как и священнослужитель отец Алексей. И вот он сказал, что на все это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптиной несколько человек понадобилось. Одному это сверх сил. Господь вам помогает. А вот, например, старец Нектарий Оптинский говорил собравшимся у него москвичам, зачем вы к нам ездите? У вас же есть отец Алексей. Ну, безусловно, святые угодники Божии понимали, что в первую очередь надо смиряться. Ну, имели некую духовную связь и видение этого мира, поэтому они имели право так говорить. Хотя Оптина, Пустин, в свое время просияла так, что многие-многие паломники туда приезжали и продолжают приезжать. Также другом отца Алексея был епископ Арсений Жадановский. Он был некогда наместником чудового монастыря. И он сам очень высоко ставил пастырскую деятельность отца Алексея, мудрого городского старца, приносящего людям нисколько не менее пользы, чем какой-либо пустыни. Он в образе Иерея был одним из тех подвижников, о которых пророчествовал преподобный Антоний Великий, говоря, что придет время, когда иноки, живя среди городов и суеты мирской, будут сами спасаться и других приводить к Богу. Тут важно обратить внимание, что живя среди городов и суеты мирской. Но, как уже было сказано, были у отца Алексея и недруги. И вот есть такой эпизод из его жизнеописания, как он ехал в трамвае с одной части Москвы в другую для того, чтобы совершить требу, на которую его пригласили. А впереди сидели два священнослужителя из других храмов города Москвы и очень громко беседовали о церковной жизни. И, среди прочего, они коснулись служения отца Алексея и возмущались, что у него огромное множество народа, он их поучает, юродствует, старчиком себя мнит, огромное количество денег загребает, десять тысяч в месяц имеет. И когда отцу Алексею надо было выходить, он подошел к ним и ласково, с улыбкой сказал, «Вы про отца Алексея сказали все правильно, только вы в одном ошиблись, не десять тысяч, а пятнадцать тысяч он имеет с ним». И вышел из трамвая. На следующий день один из этих отцов пришел к нему с покаянием и просил прощения. Это называется уязвить любовью и доброжелательностью. Расширяя границы своего пастырского делания, отец Алексей стал посещать хитров рынок, хитровку, хитровская площадь, на ней рынок, где скапливается огромное множество народа. И вот Владимир Алексеевич Гилеровский в своей книге «Москва и москвичи» таким образом описывает эту хитровку. «Большая площадь в центре столицы близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются как ручьи в болото несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру, а чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху с высоты переулка, жуть берет свежего человека, облако село. Спускаешься по переулку в шевеляющуюся гнилую яму, а кругом пар вырывается клубами из затворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водой. Мрачное зрелище представляло собой хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих на члежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. И действительно, никакая власть не смела сунутся в эти мрачные без. То есть, там жили люди, опустившиеся до самого-самого дна человеческой социальной лестницы, и вот именно к ним направляется отец Алексий, что характерно, ибо ему это было близко искать струждающихся, страждущих, обремененных, окутывать их своей любовью. Отец Алексий непрестанно молился, уделял огромное внимание молитве, это было близко для его сердечного устроения, но также и по совету отца Иоанна Кронштадтского. Несмотря на напряженный график, занятость, он находил возможность в этом бурном потоке жизнедеятельности всегда уделять должное и внимательное время молитве. Часто отца Алексия спрашивали, а как наладить жизнь прихода? Он отвечал, молиться, а своих духовных чат призывал постоянно молиться за панихидами. Отец Алексий говорил, еще раз ты войдешь в соприкосновение с усопшими. Когда же предстанешь перед Богом, все они воздвигнут молитвенно за тебя руки, и ты спасешься. Мне бы хотелось сегодня еще поговорить о свидетельстве отца Павла Флоренского, о отце Алексии и его общине. К отцу Алексию приходили в большом-большом множестве и самые разные люди, разных сословий, возрастов, отношения к церкви и даже к самому отцу Алексию. Так вот, отец Павел пишет, среди простых людей по преимуществу женщин все более и более появляются интеллигенции, профессора, врачи, учителя, писатели, инженеры, художники, всевозможные артисты. Среди православных инославные, армяне, лютеране, магометане, даже евреи. Среди верующих попадаются и неверующие. Одни приходят в глубокой тоске, не находя себе места, терзаясь бесчисленными преступлениями. Другие из любопытства, желая просто посмотреть на знаменитого деятеля. Третьи приходят врагами, чтобы изобличить или задеть с вызовом, иногда в порыве ненависти, сами не зная, что они намерены предпринять. Бывали и такие, которые приходили, как потом признавались, с целью убить отца Алексея. Но со всеми устанавливаются в этой крохотной комнатке свои особые, вполне индивидуальные отношения. Отец Алексей не спрашивал приходящего, как ты веруешь, он спрашивал, чем ты страждешь и как живешь. И вот отец Алексей старался соприкоснуться, соприкоснуть его с духовным миром в той мере и в том виде, в каких это было собеседнику доступно. Но каждый что-то получал от него. Любопытствующе уходили пристыженные и пораженные. Враги располагались признанием. Многие из приходивших навсегда связывали с ним свою духовную жизнь. Все приходящие сталкивались с подлинной силой, основанной на опыте и опытном познании себя и других. Отец Алексей сам всегда говорил, что христианство есть прежде всего жизнь. И это мы превратили его только в одно учение. Вне опыта нет жизни. Таким образом сложилась такая община, о которой отец Павел Флоренский продолжает писать. Моросейская община была по духовному своему смыслу дочерью Оптинской пусты. Тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексей учил своей жизни. И все вокруг него жило. Каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому хотя община не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры милосердия, духовные дети отца Алексея, обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексею за помощь. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов, также духовных детей отца Алексея приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому она оказывалась потребна. Хотя и не было при общине своего организованного приюта, одевали, обували и кормили. Члены Мароссийской общины, проникая во все отрасли жизни, всюду своей работой помогая Алицу Алексею в деле, как он сам говорил, разгрузки страждущих. Тут не было никакой внешней организации, но это не мешало быть всем объединенными единым духом. Ну и в конце сегодняшней беседы мне бы хотелось окончить цитатой отца Алексея, который как завет оставил эти мысли своим духовным чадом и всем своим последователям и собратьям пастырем. Будьте теплом и светом для окружающих. Старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семени, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг освещаемый вами будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться. Так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел. Хочется сделать такой вывод, что община, которую создал отец Алексей, эта община очень была сильна и делом, и проповедью, и внутренним убеждением в правильности выбранного пути. Мне кажется, что такую общину возможно создать и в наше время. Тем более отец Алексей подсказал, каким образом это делать. Молитвой, личным примером, укоренением вере, и разноплановость этой общины, и то, что в ней состояли люди разных сословий, помогали одним являть дела милосердия на других. Как говорил отец Павел, преподавать или лечить. В наши дни также находятся люди, которые очень нуждаются в помощи и поддержке. Я думаю, что можно было бы использовать пример создания общины отцом Алексеем для того, чтобы по крупицам или отчасти или в каком-то одном направлении стараться на наших приходах в области нашей пастырской ответственности создавать нечто подобное. С помощью Божьей и по молитвам отца Алексея я думаю, что все справится. На этом мне хотелось бы сегодня окончить повествование об отце Алексеем. Честно признаться, материала огромное множество и переработать его предоставляется подчас сложным, потому что хочется рассказать обо всем. Но это надо просто брать и читать, соприкоснуться лично с житием и с поучениями отца Алексея. Есть сборник проповеди его, были записаны они очевидцами и духовными чадами. Может быть получится какую-нибудь из бесед впоследствии посвятить тому, чтобы изучить его проповеди, например, на господские праздники или на богородичные, или в дни поминания святых, а мы знаем и помним, что отец Алексей служил каждый день, все ночные обдения, и возможно из этого можно будет извлечь очень полезные уроки пастырские, ну и уроки христианские нравственности. Спасибо, Господи. Благодарим отца Димитрия за интересный доклад. Я ни одной книги про отца Алексея не читал, но из разных источников слышал, что очень был духовный священник. Но сейчас, конечно, мы все заинтересовались и надо читать о нем подробнее, его труды. Ну и я думаю, что мы еще попросим вас в нескольких лекциях раскрыть разные стороны служения. И очень рад, что вы сказали, что в наше время мы можем воссоздавать в меру сил, в меру талантов и Божьей помощи у себя на приходах. Ну, я как архиереи, даже могу сказать, что не можем, а должны. Более того, даже, я думаю, каждый из пастырей, каждый из настоятелей будет, наверное, пред Богом отвечать, почему он не создал нечто подобное. Конечно, когда речь идет о личных духовных дарованиях, это в меру смирения подается, но как раз что интересно, когда мы пытаемся создать нечто подобное, мы увидим, что нам не хватает молитвы. молитвенности и смирения, и здесь уже будем с Божьей помощью подтягивать и эту сторону. И я уже во многих частных беседах с нашими священниками говорил, что если мы хорошо наладим богослужение и во внешней форме, то есть, чтобы клирос, было приятно служить, зашел случайно человек на службу вседневную даже и захотелось остаться. Он услышал внятное произнесение молитв и теней со стороны священнослужителей. Он услышал грамотных, красиво читающих чецов. Он услышал благовейное пение в храме и благодать касается его сердца. Вся обстановка должна быть лишена суеты на приходе, а все настроено на молитвенное восхваление Богу, на прошение о многих и многих страдающих людям, самих прихожанах и гостей прихода. И вы знаете, даже ради того, чтобы ходить в такую общину, люди готовы менять место жительства. Я вам точно говорю, потому что многие так обращались, многие переезжают, если знаешь, что опасно стремиться к духовности, что община, такая сплоченная и устремленная к Богу. И такой захотящий человек, случайно зашедший, он может сказать, что здесь Бог, с вами Бог. Это, конечно, очень много трудов нужно приложить. Представляете, конечно, когда мы слышим такие слова об общине, так нам рисуется, что да, это хорошо, но какими трудами? Этот человек не имеет уже своего времени, себе не принадлежит. Он уже каждому, видите, тут акцент делался, каждому относится как к единственному человеку. И это ощущает человек. Вот если вспомнить святых, когда они рассказывают об тех отношениях, которые в раю, им откровения такие даются, и они говорят, каждая душа спасенного человека, она ощущает, что Бог всем своим существом с ней общается. там же души все смирены, и для них это удивительно и волнительно, как же творец миров, спаситель всех, и владыка всех ангелов индивидуально общается с этой душой. И такое ощущение по рассказам было и у членов общины, что они видят, что батюшки достают времени до каждого, до беседы с каждым человеком. Он помнит все его прошедшие просьбы, помнит его состояние, сопереживает ему, зачастую спрашивают, как у него наладилось с родными, допустим, как здоровье поправилось ли, то есть живет жизнью своих прихожан. Это, конечно, большие труды. Конечно, в этом случае уже надо избегать проявлений страстей, которые у нас есть. С ними, конечно, и бороться надо, с страстями, но и самая первая стадия борьбы это стараться, чтобы они не проявлялись. То есть не надо где-то проявлять гнев, раздражительность и это толкивает людей. И беречь каждую, каждую душу. учить любви на своем примере. Очень хорошо сказал отец Павел Хлоренский про взаимопомощь на приходе. Ну, я помню, как у нас на приходе, вот, так же, знаете, было, это так радостно видеть, когда люди предлагают свою помощь. Более того, даже те, кто обращается к священнику с разными просьбами или по послушанию священника помогают другие люди, это сам человек считает обязанным как-то компенсировать, как-то взаимно тоже помочь общине или индивидуально кому-то или саму священнику. Тоже я это много-много раз наблюдал. Это умирительно. Люди учатся любви друг у друга и с Божьей помощью вся община возрастает. Мы здесь видим, знаете, образец общины, это первая христианская община. В книге Деяния сказано, что все жили в любви, хотя и там уже начинались искушения различные и апостолы их решали помолившись. И так на приходе в любой общине идеальной все равно будут какие-то искушения, это необходимо для того, чтобы проявлялись и дарования. Я помню, у нас в монастыре кто-то из братьев говорит, ну, какое-то искушение случилось, и он говорит, ну, почему у нас все так, все с такими трудностями, искушениями? Ну, я как-то старался объяснить, говорит, понимаешь, если бы все было в медском плане идеально, то где бы проявилась наша любовь к брату, наше снисхождение, наше старание помочь, взять чужую нагрузку на себя, где-то перетерпеть, даже за другого получить взыскание и вытерпеть это, пронести, даже где-то клевету потерпеть. И иной раз тоже я случаясь какие-то искушения, думаю, ну, что ж такое, то ли у нас монастыре как-то побывает, а потом, когда читаешь Аудорофея, какие там были искушения, это самый рассвет монашества. Про Глинскую пустынь читали на обеде с братьями, про монаха Феодота, который даже кельи своей не имел, а как пришел к послушникам, его поставили на трапезе помогать, так он там и пробыл лет 50 на одном и том же послушании, и почему-то там были повара не братья, а наемные, и они часто ругали его, били монаха, представляете, наемные повара в Глинской пустыне, в самый рассвет старшества, это 20 век, и 19 век, и как он терпел, но достиг святости, так что потом его настоятель видел в раю, поэтому смущаться не надо, когда мы что-то видеть, какие-то искушения, тут как раз и проявляется Божья помощь, Божья благодать, помните, в Писании есть, и мы в Богослужении, по-моему, в Рождественском говорим, что, да, где-то грех явился, но там и благодать является, которая попаляет всякий грех, вот, поэтому давайте будем изучать с помощью отца Димитрия самостоятельно опыт отца Алексея, конечно, раньше мы всегда увлекались опытами, наверное, старцев монахов, а здесь для нас несколько необычный опыт мирского священника, который просиял, и я думаю, что очень много можно применить из его опыта, а также, правильно вы сказали, что по его молитвам, то есть, когда мы читаем, книгу берем, то и просим, чтобы он за нас помолился, и по его молитвам все будет в жизнь воплощать. Хочется, чтобы в Ельской епархии каждый храм имел такую общину, но для этого надо трудиться, трудиться, смиряться, и с Божьей помощью будем достигать. Благодарим Те Зимитрия. Спасибо, Господи, Владыка, благодарю вас. Благословите. Спасибо за внимание всем. Доброй ночи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Владыка, благословите. Спасибо.